Алена Венум, 4,4 миллиона подписчиков, стала рекламировать каперов. Говорит, что это ее друзья. Капер для подписчиков Алены сразу же организовал раздачу денег и стал переводить всех в Телеграм. Интересно, зачем? Несите уже другую Алену Венум, это испортилось. Сперва плацента в капсулах, потом лекции бизнес-молодости, вот сейчас реклама мошенников. Родители, пора уже оберегать своих 8-летних детей от Алены Венум. Юра по прозвищу Джош, 119 тысяч подписчиков. У себя в сторис показал кусочек трека Екатерины Деденко. Дебютная песня Деденко называется «Кислород», в ней под музыку кричат фразу «Он умер». Екатерина за слив трека решила подать на Джоша в суд. Юра пишет в сторис, что это конец. Чего конец, непонятно. Здравого смысла конец. Всем привет, сегодня новости. Я все еще читаю две книги для разбора одного гайда, и я официально самый медленно читающий блогер. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Сделайте кнопку подписаться в цвет серой кнопки Ютуба, которую хоть может к Новому году пришлют. Анастасия Решетова или Решетова в своем инстаграме рассказала, что они с Тимати расстались. «Мы больше ни одно целое, ни муж и жена», пишет Анастасия, хоть женатые они и не были. Анастасия благодарит Тимати за любовь, за то, что вырастил из дурной 18-летней малышки ее такую, какая она сейчас. Фраза «вырастил из малышки» звучит странно. В нормальных отношениях оба партнера должны быть взрослыми, а не играть в ребенка и родителя. Тимати заканчивает отношения уже со второй женщиной после того, как она рожает ребенка. Родила-растались, родила-растались. Сам Тимати про расставание ничего не пишет, молчит. На выходных он отдыхал с Решетовой и сыном, как ни в чем не бывало. Анастасия уже написал второй пост на эту тему, утверждают, что их развод не хайп. В этом году Тимати ушел не только из «Блэк Стар», но и из семьи. А недавно он записал совместный трек с Моргенштерном «Пошел во все тяжкие». На непонятной неизвестной премии «Мода Тропикал» женщиной года стал Моргенштерн. Рэпер вышел за наградой в платье и кинул журналистам букет. На премии присутствовали Лерчик, Дава и другие неизвестные люди. К Моргенштерну можно относиться по-разному, лучше никак. Нужно понимать, что он всегда хайпит, за это его и любят школьники. Организаторы этой премии точно хайпанули. Моргенштерн тоже хайпанул. Все вроде бы довольны. Но это событие уже какой-то странный юмор и деградация. В одном из видео я спрашивал у вас варианты, которыми можно заменить термин «инфо-цыган». Подвел промежуточный итог в Инстаграме, можете ознакомиться и предложить свой вариант. Тиктокер Володя XXL и 1 миллион подписчиков в Инстаграм выпустил оскорбительную песню про Ирину Шейк. Затем Володя заявил, что Ирина его оскорбила в директе и подала на него в суд. Уверен, что вся эта история обман. Переписка Шейк похожа на фейковую. Про повестку также пишут, что она с ошибками и такой иск не могут найти в реестрах. Володя поехал в суд с помощником своего продюсера. На суде якобы присутствовала Ирина Шейк, хоть она живет в Европе. Володя даже показал фото помощника продюсера с Ириной Шейк, которое якобы сделано на суде. Но помощник продюсера за пару часов не только переоделся, но даже прическу сменил. Я еду в суд, мы едем в суд. Я очень дико переживаю, что будет Ирина Шейк будет там и ситуация эвакуации на самом деле. Но зато... Я хотел умер Шейк. Шейк, 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 Шейк. Вот такой цирк устроил этот тиктокер. Еще он говорит, что из-за суда ему пришлось изменить текст песни. После этого араба 8-летних детей атаковала аккаунт Ирины. Пишут, что Ирина Шейк должна быть благодарна Володе, так как он сделал ее популярной. Я подозреваю, что до этого скандала многие из вас наоборот не слышали про Володю. Он стал известным полгода назад благодаря своим людоедским высказываниям. Затем его под крыло взял продюсер Дидинок и Володя стал рэпером. Сейчас хайп прошел и приходится уже просто оскорблять знаменитости в надежде получить их реакцию. От Ирины Шейк, видимо, реакцию не получили, поэтому сами за нее все придумали. Самое интересное, что продюсер Володи, Дидинок, очень верующий человек. В его продюсерском центре даже матом не ругаются. Но ради хайпа артисты очень верующего продюсера, оказывается, могут делать плохие вещи. Инстаграм-врач без диплома Елена Корнилова, 447 тысяч подписчиков, рассказала, что страдала от галлюцинаций. В детстве после периодов радости у нее начиналось что-то паранормальное с полтергейстами и эффектами присутствия. А в этом году Корнилова пишет, что окончательно съехала кукухой. К ней сначала пришел мальчик, он был как живой, но исчез. Пару дней назад к ней ночью пришли еще 7 человек и мужчина в белом плаще с зеркалом вместо лица. Можете сами почитать, этот рассказ наполнен словами «глючила, приход и отпустила». Напомню, Елена Корнилова назначает в день принимать по 50 бадов. Судя по ее откровениям, в этот раз на iHerb она заказала какую-то не ту траву. Лерчик, 6,7 миллионов подписчиков, решил развенчать слухи о себе. Смешала два слуха в один. Первый, что отец ее мужа чиновник. И второй, что отец мужа оплатил ее обучение в МГУ. И Лерчик ответила только на один вопрос. Да, обучение в ВУЗе ей оплатили. А про отца мужа, чиновника, почему ничего не сказала? Отец мужа Леры оплатил им и свадьбу, и обучение Леры в МГУ. Это примерно 750 тысяч рублей. Про дом в Испании у российского патриота мы уже говорили. Судя по всему, очень хорошая зарплата у этого чиновника. А это три лучших комментария из прошлых видео. Саша Брайан рассталась с мозгом и мозг запел. Кстати, Саша Брайан называет своего сына мини-мозг. Так что шутки на эту тему долгоиграющие. Хоть я считаю, что шутить можно о чем угодно, но что было дальше и комментаут, какие-то раковые шоу. В комментариях под прошлым видео многие защищали, что было дальше. Скажите, эти передачи точно разные? Вы выпуск «Что было дальше» с Мигелем смотрели? Пришла не по зову сердца, не по уведомлению, а по сториз из Инстаграм. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а лучшие попадут в следующий выпуск новостей. София Светлая, фотограф, сходила на тренинг метаморфозы от бизнес-молодости, которая все никак не закроется. В сториз София пишет, что уже через 3 часа тренинга поняла, что что-то не так. В Телеграме рассказала подробно, что в зале творилась анархия. Было много мата и странностей, ей стало немного страшно, и она решила уйти. Этаморфозы будут идти 5 дней, но больше туда приходить София не собирается. Она поняла, что больше никогда не купит в Инстаграм продукт, посмотрев пару сториз. Продюсер Мария Афонина радостно показала, как Петр Осипов столкнул со сцены друга Нелли Армани, который не платит сотрудникам зарплату. Даже правильно сделал. Учитывая, что в зале было 700 человек, а самый дешевый билет стоит 60 тысяч рублей, это мероприятие принесло минимум 42 миллиона. Мария Афонина является продюсером данного потока «Метаморфоз». Думаю, с этих 42 миллионов хорошая часть ее. Не зря Афонина так рекламировала и советовала всем «Метаморфозы». Как я понимаю, Афониной вообще не важно, на чем зарабатывать. В данном случае она зарабатывает на псевдопсихологическом тренинге «Бизнес-молодости». Луиза Габриэла Бровина или просто Габи – 1 миллион подписчиков. Стала популярна благодаря роли Нади в сериале «Закрытая школа». Сейчас Габи развивает тикток, недавно давала интервью на канале Пушка. Габи очень безответственно отнеслась к рекламе в своем инстаграме. Взяла деньги и приносила три раза дату выхода рекламы. Реклама сработала плохо, на деле охваты у Габи оказались в два раза ниже заявленных. Но менеджер Габи не пошел на встречу для решения этой проблемы. На Пушке подписчики были в восторге, что Габи очень хорошо говорит. Если человек хорошо говорит на камеру, это еще не значит, что он будет выполнять свои обещания. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!